Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение Священного Писания и читаем Евангелие от Иоанна на библейском портале экзегет.ру. И с вами снова сегодня я, Солодков Андрей Иванович, преподаватель Некорпельянской семинарии, Сретенской семинарии и Российского православного университета. И мы с вами читаем шестую главу. Сказано, после сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тевериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими. Мы видим сразу, что за Иисусом последовало множество народа, потому что увидели чудеса, о которых было сказано ранее, которые он творил. Это исцеление 38 лет лежащего человека возле Дома Милосердия, это и исцеление сына царедворца. И далее говорится о том, что Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими, приближалась же Пасха, праздник иудейский. И здесь евангелист Иоанн акцентирует и не говорит просто Пасха иудейская, а говорит праздник иудейский. То есть здесь как бы он предваряет нас и предваряет учеников, что тот праздник, который был иудейским, этот праздник упразднится в свое время. И Пасха наша будет Господь Иисус Христос, как об этом сказано в Писании. Итак, далее в пятом стихе говорится, Иисус, возведя очи и увидел, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить. Далее мы с вами прочитаем о том, что Господь Иисус Христос накормит людей, которых было количество 5000 человек. Известно, что в Евангелиях, в других синаптических Евангелиях содержится история об искушении Иисуса Христа в пустыне. И мы пробуем с вами, что одно из искушений, когда к Нему приступил сатана, когда Христос пошел в пустыню, был введен, как сказано, духом для поста сорокадневного. И когда к Нему приобрелся дьявол, то то искушение, которое он предлагал, он говорил ему, вот камни, преврати их в хлеба. И Христос отказался их превратить в хлеба. Он говорит, что не хлебом единым будет жить человек. А здесь мы видим, что Христос сам говорит, народ этот голоден и нужно накормить их. И как мы увидим в дальнейшем, он претворит из нескольких хлебов, которые и рыбок были у учеников, и накормит, как я уже сказал, такое большое количество людей. Почему Христос там отвергает, а здесь превращает хлеба и умножает их? Дело в том, что для нас такая подсказка, что в образе Христа никогда мы ничего не должны делать по наущению дьявола или искушая Господа каким-либо таким знаменем, или каким-либо самохвальством, или каким-либо таким, то, что мы считаем, что мы что-то такое сделали для того, чтобы сразу это рассказать всем людям. Христос, мы видим, делает чудо накормления только не ради чуда, а для того, чтобы действительно, видя этих людей, что они голодные, чтобы их накормить. То есть, всякое наше дело, оно должно быть не на показ, не ради того, чтобы мы могли сказать, вот какие мы, и прославить не Бога таким образом, а себя. В литературе житейской тоже есть несколько историй. Одна из них, например, это, по-моему, Вардова Беляева. Я прочитал, где он рассказывает о том, что значит мученическая смерть и кончина, а какая может считаться не мученическая. Например, он говорит, что сидит человек, скажем, врач, сидит он уже в трактире, засиделся поздно, где-то там на пересылках, на лошадях проехал, и вдруг к нему прибегает, а на улицу пурга, страшная метель, ему говорят, там человек болен, надо идти. И он оставляет все, там перекрестился и пошел. И вдруг не дошел и погиб. Как его считать, кто он? Он говорит, мученик. А другой, если, например, засиделся там, будь он кем-нибудь, неважно, врач или кто, и вдруг пурга, там метель, ему говорят, останись, куда ты погибешь. Он говорит, да ладно, что мне? Господь спасет, я и так дойду. Вдруг пошел и погиб. Кто он будет считаться? Самоубийцей. То есть, какое было намерение сердца? И здесь, в этой истории, когда Господь накормил людей, такое множество народа хлебами, Он показывает, что намерение наше сердце должно исправиться. И не надо делать что-то с какой-то такой вот религиозной бравадой, для того, чтобы люди нас как-то заметили. А все нужно делать со смирением и кротостью, дабы послужить Богу и людям. Так здесь эта история продолжается, о которой я рассказал. Сказано, что он говорит, Филиппу ему, сколько у вас хлеба? И далее, восьмой стих, один из учеников у Андрея, брат Сивена Петра, говорит, ему здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки. И десятый стих, Иисус сказал, верите им возлечь, было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, ученикам возлежащим, также и рыбы, сколько кто хотел. И далее мы читаем с вами следующее событие. Сказано о том, что в шестнадцатом стихе, когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю, и в семнадцатом стихе, и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум, становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Действительно, видим, что, как сказано, становилось темно, Евангелие здесь подчеркивает, что Иисуса не было с ними, они находились, может быть, в каком-нибудь таком даже страхе, потому что примерно так, когда мы чувствуем, что, впадая в какие-то согрешения, как-то утеряем связь со Христом, и верующим людям это знакомо, такое немного состояние какой-то темноты, даже душевного холода, и какого-то страха обуревает верующего человека, он всегда стремится снова прийти к покаянию и найти Христа. Вот такое состояние было и у учеников Христа. Сказано, было темно, но они не видели с собой рядом Спасителя. Интересно, по этому поводу есть замечание у Кирилла Александрийского. Вот он как пишет по этому поводу, я специально приготовил для нашей сегодняшней встречи. Сказано, страх при отсутствии Христа. Цитата. «Ветер, шумноносящийся над водами, и уже поднимающий волны их до необычной высоты. Но и когда уже все это происходило, еще не приходил, сказано к ним Иисус. Ибо в этом-то особенно и была опасность, и отсутствие Христа увеличивало страх в плавающих». Итак, неприсутствующие с ним неизбежно подвергаются обуреванию, будучи как бы отсечены от него или оказываясь удаляющимися через отступление от божественных законов и отстраняющимися по причине греха от могущего спасти. Поэтому, продолжает святитель Кирилл Александрийский, «Поэтому, если тяжело быть в духовной тьме, и если трудно утопать в горьком море удовольствий, то примем Иисуса, ибо это освободит нас от опасности и от греха к смерти». Конец цитаты. То есть, святитель Кирилл Александрийский видит в этом, казалось бы, небольшом стихе такое наставление и назидание каждому верующему человеку. «Если когда-то мы отрешились от Христа, то не будем медлить, чтобы вернуться к своему Спасителю». Далее сказано в 17 стихе, «Дул сильный ветер, и море ворновалось, плавало около 25 или 30 стадий, проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но Он сказал им, это Я, не бойтесь». «Они хотели принять Его в лодку, и тут сейчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоящий по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли одни ученики Его. Между тем пришли из Тевериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господним». Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. «И найдя Его на той стороне моря, сказали Ему, Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Видим такой упрек Христа, то есть искание некоторых людей, и Христос дает им такой упрек, потому что видит и на верениях сердца. Он говорит, «Вы ищете Меня не потому, что даже видели чудеса, вы ищете Меня не потому, что хотите уверовать в Меня, а вы ищете Меня, потому что ищете свои выгоды». Снова напомню ту пословицу, которая есть, что люди часто ищут Иисуса не ради Иисуса, а ради хлеба куса. То есть человек всегда ищет даже в церкви, даже в каком-то церковном служении какой-то своей выгоды. Снова повторю, нет ничего плохого, как сказано, что трудящийся достоин пропитания. Но что у человека на первом месте? Если на первом месте Бог, потом семья, потом все остальное, именно так располагается десятисловный закон, если мы на него так посмотрим тематически, скажем, сказано «Господь Бог твой», потом даются заповеди «почитай отца и мать», «храни супружескую верность, не прелюбодействуй». И далее говорится «все остальное, не завидуй». Но мы часто все эти заповеди переворачиваем в своей жизни, и бывает и в христианской жизни, наоборот. Сначала мы ищем карьера, какого-то благополучия, ради чего? Ради семьи. Ну а потом, если что-то такое произойдет, Господи, где ты? То есть все духовные заповеди мы перевернули кверх ногами, и ищем какое-то такое спокойствие своей души. Господь снова нам повторяет эти слова «Ищите прежде, а все остальное приложится вам». То есть прежде, на первом месте Бог, потом семья, потом все остальное. Поэтому он упрекает этих людей, он говорит, что «вы искали меня не потому, что искали меня, как спасителя, а вы искали меня, потому что ели хлеб». И далее говорит им «старайтесь не о пище тленой, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». То есть здесь Христос с 27-28 стиха и далее, это очень пространная глава, если вы видите, перед вами есть Священное Писание, в ней 71 стих. Здесь Христос именно с 28-27-28 стиха уже начинает подготавливать сейчас к тому слушателю, чтобы они поняли, кто есть хлеб живой. То есть здесь будет далее раскрыто словами Христа таинство о священной Евхаристии, о Святом Причастии, и мы читаем далее. «Итак, сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. На это сказали Ему, какое же ты дашь нам знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе, что ты делаешь. Отцы, говорят наши, елеманно в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Видим, что они снова ему намекают, что ты нам здесь говоришь, что нам надо прежде искать, а что не прежде. «Дай нам хлеб, мы пришли сейчас поесть». То есть здесь снова и снова такие слова, то, что сегодня ищет и мир, то, что у Федора Михайловича Достоевского ярко выражено в его произведении, такое понятие, которое мы почерпнули оттуда, хлеба и зрелищ. Вот, заметьте, что не зрелищ, а хлеба, а именно хлеба и зрелищ. Потому что чудеса они уже видели, но так как они еще и хотели, чтобы наполнить свой желудок, им было важно именно хлеба. В этом смысле действительно на голодный желудок, когда человек голоден, скажем так, на голодный желудок и никакое зрелище не нужно. Поэтому зрелище всегда тогда, когда уже человек сыт. Как вот есть басня Иоанна Андреевича Крылова, который по прыгу не стрекоза говорит, на желудок петь голодный, конечно, будет не совсем приятно. И развлечение тоже. Поэтому они ищут именно хлеба, то есть, чтобы поесть, а потом уже всего остального. Но Христос им говорит, что надо искать не этого хлеба, не тот хлеб, тот Моисей, который давал вам хлеб, там, Анна, это был прообраз жизни вечной. Моисей вас подготавливал к тому, чтобы восприняли то, о чем я вам говорю. Но пока вот мы видим, что иудеи непробиваемы. Ибо хлеб Божий есть тот, говорит, который исходит с небес. На это сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Мы видим, что сейчас эти иудеи как бы повторяют слова самарянки. Помните, когда Иисус говорил самарянке, что я дам тебе воду, и ты не возжажешь тевовек. Теперь они у него просят хлеб, и он говорит, я вам дам тот хлеб, и вы никогда не будете алкать. И они мечтают о хлебе таком, то есть о своих каких-то барышах, чтобы они были у них всегда, и чтобы они не думали о том, как заработать, а просто есть и все. Это такой сверхэгоизм, который порождается сверхгедонизмом, если так можно выразиться. Итак, далее Христос им говорит, на это сказали ему, Господи, давай нам хлеб, он им говорит, Иисус сказал им, я есть хлеб жизни, переходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творили волю мою, но волю пославшего меня Отца. То есть он иудеям снова-снова говорит о своем мессианском предназначении, чтобы они увидели его как Мессию. Воля же пославшего, продолжая в 39 стихе, меня Отца, есть та, чтобы из того, что от меня дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня Отца есть та, чтобы всякий, видящий Сына, и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. И возроптали на него иудеи за то, что он сказал, я есть хлеб, сшедший с небес, и говорили, не Иисус ли это сын Иосифа, в которого Отца и Мать мы знаем, как же он говорит, я сшедший с небес? Иисус сказал им в ответ, не ропщите между собою, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. Снова и снова, видим достаточно ясные стихи, кажется, ну и что здесь комментировать? Ведь Христос говорит о себе, что Он есть тот Мессия, Он говорит, что Отец послал меня, тот Бог, на Которого вы уповаете, те мессианские пророчества, о том Христе, о Котором сказано, что льна курящегося не угасит, трости надломленные не переломит. Все пророчества Он им снова-снова указывает, что я тот Мессия, я тот хлеб, который сошел с небес. Они снова, говорят, не видят в Нем Мессии и снова подвергаются этим плотским рассуждениям. Никто не может прийти, говорит Христос, к Отцу, как только через меня. У пророков написано, теперь явно обращает и взгляд в 45 стихе, и будут все научены Богом, всякий, слышащий от Отца и научившись, приходит ко мне. То есть здесь снова упрек, как мы помним в предыдущей главе, когда им Христос говорил, что вы имеете слово мое, слово свое в себе не имеете. И здесь, говорит, он всякий, слышащий от Отца и научающийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Бога. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Очень важное указание сказано, что верующий в меня имеет жизнь вечную. Помните, мы с вами говорили в пятой главе, где сказано, что Иисус говорит, что Бог дал ему иметь, Бог Отец, иметь жизнь в самом себе. Здесь же сказано о том, что всякий верующий имеет вечную жизнь, но не имеет вечной жизни в самом себе. То есть мы получили жизнь от Бога. Вот было время, когда человека не было. Но не было такого времени, когда не было Бога. Бог всегда есть, по выражению святителя Григория Богослова. Бог всегда есть. Но было время, когда не было человека. Но не будет времени, когда человека не будет. То есть имеется в виду человеческой души. Душа человека теперь обречена на вечность. Но эту вечность человеку дал Бог. Поэтому не было времени, когда человека не было. Но теперь не будет времени, когда человека не будет. Потому что человек предназначен к вечности. Но с кем эта вечность будет и где будет эта вечность, зависит от человека, как мы снова повторю и говорили в предыдущих беседах, с кем человек приучил жить свой ум, свою душу, свои чувства, свою волю в этой жизни. И далее нам необходимо здесь прочитать эти слова более подробно и внимательно. С 48 стиха Господь Иисус Христос говорит особенно для тех людей. И как я, как преподаватель сектоведения, иногда встречаюсь с людьми не только преподаю этот предмет теоретически, но и встречаюсь с людьми, которые отпали от православия и обратились в какие-то баптистские или адвентистские секты, организации, которые не верят в то, что в Евхаристии мы под видом хлеба и вина потребляем истинное тело и истинную кровь Иисуса Христа, а говорят лишь о том, что это только символы. Но когда я с ними встречаюсь, то я им привожу, открываю в Священное Писание именно эти слова, потому что они верят, что Священное Писание Бога вдохновенно, и для них лучшим аргументом это будет всегда именно аргумент из слов самого Христа Спасителя. И когда мы будем с вами сейчас читать 48 стиха, то здесь заметьте, что Христос применяет такой прием, который у риторов называется как силологизм. Что это за прием? Это когда совсем для бестолкового непонятно. То есть Христос как бы разъясняет несколько раз, возвращаясь снова и снова к той же самой мысли, и снова и снова стараясь его раскрыть несколько раз. Смотрите, вот прочитаем 48 стиха. Сказано, «Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет». Видим, что сразу он делает разграничение между тем хлебом, то есть обычным хлебом и хлебом жизни, то есть собой. Далее, 51 стих. «Я хлеб живой, шедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я отдам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Сегодня тоже люди, которые не верят, что под видом хлеба и вина мы принимаем истинное тело, истинную кровь Иисуса Христа, тоже говорят протестанты, неопротестанты, как это может быть, кому они подражают. Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывают во мне, и я в нем. Как послал Меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий Меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей будет жить вовек». То есть мы видим, как Христос прибегает к этому риторическому изложению, и Он говорит, «Сей-то есть плоть Моя, едущий Мою плоть, пьющий Мою кровь. Сей-то есть хлеб, шедший с небес. Не так снова проводят эту параллель, с чего начал, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей будет жить вовек». И далее 59 стих. «Се говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его слышат, оговорили. Какие странные слова, кто может это слушать?» Снова повторю, если люди не верят, что под видом хлеба и вина мы принимаем истинное тело и истинную кровь Иисуса Христа, что это является единственным доступом в соединении со Христом. «Сказано одно из таинств, но как единственный доступ, который дан Христом самим, чтобы соединиться с Ним». Видите, какие слова в 60 стихе? Многие из учеников его слышат, то говорили. Какие странные слова, кто может это слушать? Кому подражают люди, которые не верят в это? Сомнение учеников. «Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут, на то сказал им, это ли соблазняет вас, протестанты?» И все другие люди, отпавшие, не верующие в то, что под видом, снова повторю, хлеба и вина мы принимаем истинное тело и истинную кровь Иисуса Христа. Христос как бы обращается здесь, говорит, это ли соблазняет вас? «Что же, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плод не пользует немало. Слова, которые говорю вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующую, кто предаст его». И 65 стих. «И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего». И 66. «С того времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». Я уже об этом говорил неоднократно, но снова повторю, что церковь православная, устроенная здесь Господом и Спасителем Иисусом Христом, имеет все признаки того, что эта церковь истинно устроена им. Какие же это? Есть, условно говоря, но тем не менее, три таких признака. Та лишь организация, если так хотите, может называться церковью. Многие называют своей организацией церковью. У которой есть апостольская преемственность, свою апостольскую преемственность, через которую передается благодать Святого Духа. Как пишет апостол Павел в своем послании, апостол Тимофеев, «Возгревай дар Божий, в который тебе через мое рукоположение». Мы можем проследить эту цепь от апостола Андрея Первозванного, призванного самим Христом, до святейшего патриарха Московской, у себя Руси, Кирилла. Патриарх Московский, святейший, 179-й. Это апостол Андрея Первозванного. Второй признак, то, что люди находятся в церкви, это неповрежденность Никео-Цареградского символа веры. Те, кто его повредил, отпали от благодати. Потому как собор, это не просто какое-то собрание людей, захотели собрались, а как о нем сказано, в деянии апостолов, «Изволися нам и Духу Святому», когда собрались в Йерусалиме ученики Христовы, для того, чтобы решить вопрос, как принимать язычников, надо ли им соблюдать иудейские обряды или нет. Звучит эта формула «Изволися нам и Духу Святому». Поэтому собор — это голос Святого Духа. И третий признак, те, кто не имеет евхаристического общения, то есть то, о чем мы с вами говорим сейчас. Кто не входит в этот союз со Христом, то есть в Новый Завет. А Новый Завет — это не 27 книг Священного Писания. Новый Завет, как сказано в послании апостола Павла к Коринфянам. Это первое Коринфянам, 11 глава, 23 стих. Там Господь говорит, что преподавая вечерю своим ученикам, давая вино, и говорит, сей есть кровь моя. Новый Завет в крови моей. Сей есть хлеб. Всякий, ну, можно, чтобы не быть голословным, и прочитать. Потому что очень важное, я вам скажу, здесь надо сделать замечание. Это первое Коринфянам. Если у вас есть книги, я всегда призываю открывать Священное Писание и вместе исследовать то, что мало ли кто что скажет. Да, это 11 глава, 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, то, что Господь Иисус Христос в ту ночь, в которую предан был, взял в хлеб и возблагодарив, преломил и сказал, «Примите и идите, сие есть тело мое за вас ловимое, сие творите мое воспоминание, так же и чашу после вечера и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови». Вот что такое Новый Завет. Мы знаем, что заветов было очень много. Ну, по крайней мере, завет был заключен с Ноем, когда была дана радуга. Господь сказал, что больше потопа не будет. Завет был с Авраамом, завет был синайский, и вот теперь новый. Поэтому все, кто хочет войти в Новый Завет, необходимо войти в Церковь. Впосредством крещения, потом приступая уже к чаше Евхаристии, воссоединение со Христом. Мы видим, как мы с вами прочитали, что многие не уверовали в это, не уверовали в Новый Завет. И, как сказано в 66 стихе, «С того времени многие из учеников и отошли от Него и уже не ходили с Ним». Тогда Иисус сказал в 12-ти, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Хотелось бы, чтобы слова апостола Петра, когда на нас наступает какое-то уныние, или когда мы склонны часто видеть в братьях и сестрах какие-то недостатки, забывая о том, что лучше смотреть на бревно в глазе своем, нежели на сучок в глазе брата своего, или еще какие смущения есть в нашем сердце, будем помнить слова апостола Петра. «Кому нам, Господи, идти? Ибо у тебя есть глаголы вечной жизни». И 69-й, и уже 70-й, и 71-й стих, эта глава заканчивается следующим. «И мы уверовали, говорит апостол Петр, и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им, «Не двенадцать ли я вас избрал, но один из вас дьявол?» Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из двенадцати». Мы знаем, что действительно так и произойдет, что Иуда искал своего, и Христос уже знал о том, что он его предаст. Некоторые говорят о том, если знал, что он его предаст, как же не предотвращал. В Евангелии, например, говорится о гефсиманские события, когда описываются гефсиманские события, говорится о том, что Иуда пришел ко Христу и поцеловал его. То есть он сказал иудеям, кого поцелую, тот и есть, возьмите его. То есть он как бы предает Христа знаком любви, поцелуем. Но Христос к нему обращается, как думаете, какими словами? Он обращается к нему словами, которые удивляют воображение читающего. Он говорит ему, «Друг, зачем ты пришел? Кому, говорит, друг? Предателю?» У нас часто люди говорят, «Прощу любому человеку все, кроме предательства». Есть такая поговорка среди народа. А здесь он видит и явно знает, что он его предаст, но обращается к нему словами «друг». Почему? И к кому еще, если так посмотреть в Священном Писании, Господь обращается словами «друг»? Ну, Авраама называют другом Божьим, Давида другом Божьим, вдруг Иуду. Какое здесь сходство с Авраамом и Давидом. Христос, обращаясь к нему с такими словами, дает ему еще один шанс для покаяния. Он говорит, «Не называю вас уже рабами, но друзьями». И здесь он говорит, «Друг, зачем ты пришел?» Он старается еще раз дотянуться и достучаться до сердца Иуда. Может быть, он все-таки опомнится. Но грех уже так глубоко вкрался в его сердце, что он уже свыкся с ним, и для него Христос стал лишь только еще одной причиной для наживы, а никак не видит он уже Христа как своего Спасителя. Поэтому здесь так и заканчивается эта глава, что Иисус знал и давал ему шанс для того, чтобы покаяться. Но он, загринев и закостенев, как я сказал, в своем таком состоянии предательства, уже совсем уходит от состояния благодатного, состояния покаяния, и совершает свой грех и предает Христа. Итак, мы видим, что глава действительно достаточно емкая, удивительная по своему содержанию и наполнению. Она нам говорит и о насыщении Христа 5000 хлебами. Мы видим, что Христос всегда делает не ради того, чтобы как-то показаться людям, и нас этому научает. А если есть такая необходимость, то и творит хлеба, в отличие от того, когда предлагал ему дьявол, например, в пустыне. Также мы видим, что эта глава разъясняет самое главное и центральное таинство, чем заканчивается Божественная Литургия в наших православных храмах. Это таинство Евхаристии, где дается достаточно подробное изложение, я считаю, того, что под видом хлеба и вина мы потребляем истинное тело и истинную кровь Иисуса Христа, и таким образом входим в вечный завет со Христом.